Здравствуйте, читаю вопрос. Сыну два с половиной года. Утром осипший голос, грубый кашель, как собака гавкает. Доктор поставил диагноз ларингит. Вечером высокая температура, шумно дышал, приезжала скорая, врач скорой сказал круп. Кто из докторов прав? Вот это интересно. Ну вообще, конечно, это наша такая всеобщая тенденция, пытаться выяснить, кто из докторов допустил какую ошибку. На самом деле, в этой ситуации оба доктора поступили совершенно правильно и поставили совершенно правильные диагнозы. Для того, чтобы убедиться в том, что оба доктора правы, надо понимать, что с вашим ребенком происходит. У вашего ребенка вирусная инфекция. И при вирусной инфекции возникло воспаление в гортане, в том месте, где находятся голосовые связки. Ну да. Воспаление гортани в переводе на русский язык ларингит. Типичные симптомы воспаления гортани – это осипший голос и грубый лающий кашель. Так что доктор, который вам утром поставил диагноз ларингит, совершенно прав. Тем не менее, воспаление слизистой оболочки гортани может быть настолько выражено, что это приводит к тому, что просвет гортани становится намного уже. Чаще всего это максимально возможное сужение находится сразу под голосовыми связками, в так называемом подсвязочном пространстве. И вот когда возникает сужение гортани при инфекционных болезнях, то такое состояние и называется крупом. Этого я не знала. То есть круп отличается от ларингита тем, что при крупе есть сужение гортани, и, следовательно, затруднённое дыхание. А при ларингите этого не происходит. Тем не менее, врачи, особенно обнаруживая ларингит днём, всегда очень пугаются, поскольку именно у детей ларингиты в ночное время, как правило, превращаются в крупы. Превращаются они потому, что в просвете гортани накапливается слизь, а ребёнок спит в тёплой и сухой комнате. Поэтому, коль скоро вам утром поставили диагноз ларингит, так надо не выяснять, кто из докторов прав, а кто виноват, а надо срочно поить ребёнка, увлажнять и проветривать комнату и всячески к ночи готовиться. Надеюсь, вы сделали правильные выводы. Выздоравливайте.